Это была рядовая тренировка. Семеро спортсменов отрабатывали свободное падение с высоты в 4000 метров. После выполнения упражнения они стали раскрывать парашюты. И в этот момент один спортсмен влетел в уже раскрывшийся парашют второго. В результате удара оба мужчины в бессознательном состоянии опустились на землю. При этом сработал только запасной парашют второго парашютиста. Травмы, которые получили парашютисты при падении, оказались смертельными. Один погиб в машине скорой, второй в больнице. Судя по фотографиям, в социальных сетях и 47-летний Олег Щелканов, директор челнинской компании «Автодвигатель», и казанец Рушан Сибгатуллин, которому было 33 года, серьезно увлекались парашютным спортом. На счету у каждого не менее 600 прыжков. Олег Щелканов и вовсе в свое время служил в десантных войсках. По факту гибели парашютистов начата доследственная проверка. На ее окончание аэроклуб Мензелинска приостановил работу. Как с опытными спортсменами могла произойти трагедия, выяснит специальная комиссия. В самом аэроклубе не исключают человеческий фактор. С точки зрения нашей внутренней комиссии, непосредственно, это ошибка спортсменов, которые не вели осмотрительность должную. И, соответственно, что, в принципе, и привело к тому, что столкнулись в воздухе. В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Алексей Кулешов, Эльвира Ермакова, Василий Киселев, Ольга Лаврова и Максим Малов. Телеканал Эфир.